Давайте начинать. Ну что же, я рад приветствовать всем, кто пришел вас. Немножко больше, чем обычно. Это приятно. Я надеюсь, что вы все-таки продолжите ходить на лекции, потому что количество алгоритмов не убудет, а сложностей достаточно для того, чтобы в письменном теме, где они начались, сложно. В то же время сами алгоритмы, как вы увидите, они часто довольно простые. Реализации бывают посложнее, а сами алгоритмы не так уж и сложные. Главное — уплатить самую жизнь. Мы с вами не прощаемся с графами, потому что они, во-первых, вошли в инструментарий. И в любой задачке, в которой мы увидели нечто подобное, где структура хранимых данных будет довольно общего вида, мы сразу будем подозревать граф. Поэтому в любой момент мы можем о них вспомнить ими воспользоваться. даже более того, то, что сейчас мы будем с вами писать, такие структуры данных, они будут тоже, по сути, графами, а именно деревьями. Но просто деревья наиболее, ну скажем так, это наиболее интересный, наверное, раздел среди всех графов общего вида, потому что среди них можно выделить корневые деревья. Я вводил понятие корневого дерева, здесь одна выдаленная вершина, возникает дальше иерархия, но оказывается, что эти корневые деревья можно специфическим образом использовать. Я вам сегодня расскажу про одно из таких деревьев, которое называется двоичное дерево поиска. Ну, коротко я скажу про то, что такое двоичные деревья через понятие каичных деревьев. Каичные деревья – это значит, что у каждой вершины, я уже сразу только иерархия. Это корневые деревья, их частный вид, дочерних вершин не более чем как штук. То есть вот это у меня, вот это у меня, это дерево, соответственно, краичное дерево. Понятно? В принципе, любое дерево, которое является двоичным, является и четверичным. Потому что, в принципе, потенциально может быть четвертая вершина, но просто ее тут не отличается. Понятно? Ее тут просто сейчас не реализовано. Более того, совершенно не обязательно уровни одинаковые. Оно может быть не вот так вот балансированным. То есть вполне может быть, что у него там вот тут одна вершинка, да? А здесь еще там, видно, вот четыре. Но вот это, между прочим, уже не троичное. Это уже четверичное дерево. Когда у нас дерево троичное, четверичное, там сколько-то еще, каичное дерево, у нас последовательность. Вот этих вот вершин последовательность. Она может быть либо неупорядоченной, то есть, в принципе, как множество. То есть не зафиксированная порядка как последовательность. Она не важна. Как, не знаю, как в ненумерованных списках, например, да? В арде, там, как-то точечками проставим, не один, два, три. Да, то есть имеется в виду множество. Но нам интересна такая ситуация, когда у нас дерево каичное является упорядоченным. То есть у нас эти вершины в строгом порядке будут лево-направо, да? Первый и последний. Более того, среди таких каичных деревьев, да? Каичное дерево, еще раз повторяю. Это не значит, что у меня степень ограничена числом ка. Нет. У меня у этой вершины, например, ну, для троичного, да? У меня у нее степень 4, да? Но по иерархии дочерних не более чем ка. Итак, двоичное дерево, упорядоченное, может быть очень интересно нарисовано. Каким именно образом? Я могу дочерние вершины называть левая и правая. Ну, фактически они будут как бы рисоваться мной слева и справа. Понятно? Более того, даже когда вершина одна, я могу у двоичного дерева продолжать ее называть либо левой, либо правой дочерней. Понятно? У двоичного дерева упорядоченное, да, двоичное дерево, упорядоченное, в общем случае, несбалансированное. Вы, наверное, помните, была такая структура данных куча в конце первого семестра и пирамидальная сортировка. Помните? И мы ее еще, по-моему, повторили в этом семестре. Да? Нет? Не повторяли. Ну, куча является двоичным деревом, упорядоченным, но она еще и идеально сбалансированная. И благодаря идеальной сбалансированности ее можно хранить тупо в массиве. Тупо в массиве и заполнение у кучи, что слева направо, сверху вниз. Да? Помните? Ну, у кучи там можно было так сделать. То есть, это элемент у меня первый, второй, ну, точнее, нулевой, первый, второй, да, и так далее. Ну, в общем случае, так сделать нет. В принципе, в принципе, мы можем взять и так и работать с двоичным деревом. То есть, предполагать полное, да, ну, писать нам условно нам, когда там несколько вершин. Правда, у нас тогда возникает такая проблема, что, в принципе, возможно существование какой-то вершины, которая должна, или куска какого-то там дерева, к которому у нас нет родительской вершины. То есть, она, по идее, должна была бы быть, но там нам торчит. Понимаете? То есть, какое-то странное состояние структуры нам. Да? Ну и еще. А если оно будет довольно глубоким и не так уж хорошо заполненным, тогда хранить двоичное дерево будет таким образом. Так же, как это было в случае, крайне неудобно по размеру памяти. Потому что объем памяти там будет расти квадратично от высоты. 2 в степени h. Да? Высота 1 уже 3 вершины. Ну, там, если быть точным, по-моему, 2 в степени h. Сейчас вкладочку. h плюс 1 и все это минус 1. Да? Ну, все равно, 2 в степени h фактически. Квадратично будет расти. А высота, а реально вершин там может быть и не квадратично. Ну, это еще вопрос. Как нам хранить, собственно, вершины? Как нам хранить этот граф в памяти? Вот это не так, следующая идея. А давайте хранить как объекты специального класса. Смотрите. В конце прошлого семестра я вам ввел такую структуру данных, как односвязанный список. Помните? Ну, когда у меня были зрения, каждая из которых указывала, ну, тогда мы еще классами только начинали пользоваться. Я, по-моему, вообще сделал короткими списочками или даже кортежами, которые указывают друг на друга. Да? И там ссылка была, которая ссылается на... Да? Ну, списочки это были короткие. Потому что нужно изменять. Понятно, что списки надо же поменять. Бывает ссылку, чтобы добавить или нет. Внутрь этого списка. Так вот. Оказывается, мы можем реализовать такое звено, которое идеально подходит для двоичного дерева поиска. Каким именно образом? Я сделаю два указателя. На левое поддерево. Я вам говорил, что такое поддерево. Поддерево. Ну, как подграб, понятно, да? Но в данном конкретном случае у меня у вершины возникает у родительской левое поддерево. Да? Левое поддерево. Де-ре-во. Поддерево. Да? И правое поддерево. Вы, наверное, помните то, о чем мы с вами говорили, когда я вводил само понятие дерева. О том, что у нас три определения есть дерева, да? Это связный граф без циклов простых. Так? Это связный граф, где единственный путь от одной вершины к другой. Так? И третье. Связный граф, в котором количество рюрга на одном меньше количества вершин. Так? Вот три определения. Любое из них можно выбрать за определение и доказать другие как свойства. Так вот. Ну, мне нравится, что связный граф без циклов. В принципе, пожалуйста, подграф, да, это поддерево, подграф, являющийся деревом. Всё. Но, в данном случае... А! Вот вопрос, какой я хотел напомнить. Является ли граф без вершин с пустым множеством вершин? Является ли он деревом? Графом является. Пустой граф является графом. А вот является ли он деревом? То есть, когда у меня ни одной вершины нет. Является ли он деревом? Нет. Я не равняюсь. Так вот, да, по определению не является... Вы правы. Вы правы. Он не является деревом по определению. Но мне будет удобно считать его пустым деревом. То есть, у меня будет возникать такая ситуация, когда левое поддерево пусто. Это значит, что его просто нет. Понятно? И само состояние моей структуры данных, когда она совсем пустая, тоже будет существовать. Понятно? Я не буду говорить, о, все, каранты. Должна быть одна хотя бы вершина. Понятно? То есть, конкретно, когда я прорабатываю структуру данных, двоичное дерево, то у меня... Еще раз. Если у меня есть конкретная звена, вот такая, у которого есть два указателя налево-направо и один указатель наверх. Это на родителя. Parent. Да? Left. И right. Чем отличается от того звена? Ну, у нас были и двусвязные списки. То есть, в принципе, был двусвязный, где у нас обратный указатель тоже был. Да? Этот не туда, да? Этот, соответственно, вот туда. Да? Двусвязный, где можно путешествовать налево-направо. Но это все равно остается цепут. С писочком мы проезжали туда, мы проезжали обратно, да? А в данном случае из вот таких звеньев можно реально собирать дерево. И потом по ним бегать. Поехали. Как мы его создаем? Мы его создаем как класс. Класс ноды, звено. Класс ноды. Я создам его конструктор, который будет получать не одно число. Я хочу хранить там внутри не одно число, а сразу два. Ну, собственно, мне не важно число это или не число. Но называть эту парочку, которая будет там жить, я буду ключ-значение. Key value. Понятно? Картеж ключ-значение. Итак, создавая звено, я указываю, создавая вот этот объект, я буду ему то, что он не может выдумать. Да? Это ключ-значение. Изначально звено при создании будет никуда, ни к чему не привязано. Создавая звено, вот оно... Но, тем не менее, атрибуты у него появятся. Left, right, and better. Значит, что у нас будет? И... А! Self, прошу прощения. Self. И... Very. Что у нас там с переменой? Уже? Время? Без перемены? Я только так вижу. Время-то я из-за полузачёта времени очень мало. Времени мало. Двигаемся тогда поскорее. Self. Кий равно кий. Ну, я всё-таки не буду кортежем. Я отдельно. Кий отдельным атрибутом, value отдельным. Ну, я тут написал, как написал. Но, тем не менее, логически это кортежи. То есть, они друг другу будут приятны. И, соответственно, self-parent равно none. Беспризорный. Self-left равно none. Теперь, я хочу создать надглаз. Класс. А, да. Ещё один интересный момент. Наверное, я... Давайте так. Сейчас, пока я не буду дописывать сюда ещё методы. Пока оставляем как есть. Ну, разве что, можно было бы распечатать... Этот метод для распечатки. Стр сделал. Чтобы можно было распечатать ноды. Подразумевало, что я распечатываю кий и value. Ну, я не буду сейчас поделывать. А? За что вообще? А? За что вообще? Включаю. Ключ. Значит, я сейчас... Сейчас поясню. Пусть будет два. Было бы одно значение. Данные. Дата. А потом я бы плал сюда, в эту дату, сразу два. А так у меня будет сразу заготовлено. Потому что это в структуре двоичного дерева поиска будет длить значения. То есть, как когда мы говорили, просто двоичное дерево, то тут ничего особо не пойдёт. Зачем я их два делаю? Теперь я делаю, собственно, дерево. Делаю класс дерева. Для чего я его делаю? Чтобы у меня у него был конкретный зафиксированный корень. Потому что так у меня звенья, они все равноправные будут, друг на друга указывают, не пойми как. А так у меня вот есть цел. У меня есть конструктор, в котором я создаю пустое, естественно, дерево. Пустое дерево. Как я это делаю? Цел. Точка root равно назву. Больше атрибутов у дерева нет. Взнос от дол. У него сейчас появятся всякие функции. Давайте делаем первый интересный вопрос. Я хочу сейчас осуществить обход в глубину, начиная от корня по правилу. Вначале я перебираю левое под дерево, а потом правое под дерево. Понятно? То есть я не только обход в глубину, здесь в принципе не может породить другого дерева, потому что это дерево. Дерево обхода, оно будет совпадать. Но я еще фиксирую последовательное. Я фиксирую левое. Но между обходами деревьев я буду распечатывать свое собственное значение. Понятно? Что я так назову сейчас эту функцию? Я назову ее print sub3. Print sub3. Какая цель этого года? Какая цель этого года? Что у тебя? Задаю двоичные двоичные двоичные. Давайте так. Ну и этот print sub3. Принт. У нас на доске место мало. Принт тут будем делать. Это не тот принт, который... Это принт, который метал дерева. Понятно? При этом, понятное дело, что у него есть целость. Но я еще и хочу начало, откуда начинать печатать. Чтобы можно было... Я расширяю функцию. А я хочу какой-то кусочек этого дерева распечатать. Его под дерево какое-то. начиная с какого-то утра. Да? Нод в маленькой линии. Можно? А вот это принять? Не метод str, а можно было здесь написать метод str, подчеркивание, подчеркивание, str, подчеркивание, подчеркивание. В обычном плитом это дело запускать. Да, можно. Что это тьми? А, ну... Ой, к чему кого-то? Ну, давайте... Давайте так. Это будет немножко скроет логику. Я хочу, чтобы было прям видно, что это было. Прошу, чтобы это было более ярко. Пусть лучше нету, там побудет. А так, можно, да, вот, заменить на два подчеркивания str, подчеркивание, чтобы принтовать дерево обычным плитом. Но такой задачи особо не стоит. Итак, что мы делаем? Я в начале, как я договорился, распечатываю левое поддерево. О! Функция сейчас будет рекуррентной. Так? То есть, что я делаю? Еще раз. У меня есть два подчиненных, левый и правый. Распечатайте все левые свои значения. Потом я сам печатаю свое значение. А потом все правые распечатываете свои значения. Понятно? Но! Должен быть крайний случай рекурции. Какой вариант? Вариант первый. Нод, который мне дали равен на ноду. на самом деле это логичный вариант. То есть, если уж мне дали ноду изгнан, и в нод изгнан, то что? Ретерн. Просто ничего делать не надо. Печатать не надо, а вот выйдет. Все остальное автоматически было. Благодаря тому, что я сделал таким крайний случай, я могу даже для самых нижних, или для тех, у кого только одно под дерево, например, вот только левое, да? Ничего страшного. Левое он дернет реально, а правое он дернет пустое, при этом его равен на ноду. Но это не страшно. Оно просто ничего не отпечатает, сразу же закончится. Понятно? Так что я могу сейчас не переживать, пустые или не пустые мои дочерние деревья. Итак, что я делаю? Я говорю self left .print. Я распечатываю левое полное дерево. Ой, прошу прощения, что все запускают. Неправильно. Я не для print не запускаю, я не для узла, а я перезапускаю функцию print, я прошу прощения. Перезапускаю функцию print для дерева, то есть self.print, а в качестве узла передаю node.lep. Смотрите то, что было, это ошибка. self.print, node.lep. На самом деле этот print можно было сделать класс метод. класс метод. Ну и в принципе можно было бы даже его вынести туда, к классу звено, оно было бы чуть-чуть может даже логичней, распечатка звена она была, но я не уверен, правильно ли это было. Пускай живет лучше здесь. Затем я печатаю классическим методом print, собственно это звено, подразумевая, что я печатаю кого? node.i, node.v. Я специально делаю распечатку картежем, чтобы была видна их связь картежка. А? Он сейчас с конца. Потому что он сперва уйдет рекурс, тверо обратно входит, или сейчас? В том-то и фишке, сейчас покажу. А после этого я еще правых не дерну. Поэтому здесь не совсем обратный ход рекурс. Очень хорошо, что вы употребили вот этот термик, прямой ход рекурс. И обратный ход рекурс. Здесь получается одновременно и прямой, и обратный. Давайте я еще раз нарисую какое-нибудь дерево, да? В котором у меня все. Я покрупнее немножко нарисую. В какой последовательности эти числа будут попадать на экран? Так, запускаем. Вначале распечатывается левое под дерево. Запускается функция распечатки левого под дерево. В нем запускается вначале распечатка левого под дерево. Вот это вершabeame первое попадет на экран. Затем левое под дерево закончило печатань, то печатается значение в корне под дерево. затем продолжает печататься вот это дерево его правое поддерево вот это вершин затем эти закончились печатается вот это потом вот это поддерево начинает печататься отсюда потом серединка потом вот вы осознаете а теперь смотрите представить себе что светит солнышко в зените 1 2 3 4 5 6 7 вы видели красоту да ну правда сейчас я нигде не гарантировал что эти числа реально вот там лежат в этих зрениях как это дерево сконструировано но пока никак не сконструировано приделывать звенья да все понятно а теперь смотрите я договорюсь правило значит двоичное дерево поиска давайте наверное двоичное дерево поиска это корневое двоичное упорядоченное дерево да парневое двоичное упорядоченное дерево построенное по следующему правилу я запишу только само правило все ключи все ключи левого под дерево для любого звена так вот все ключи левого под дерево да давайте назовем это звено как ноди так вот все ключи и и д левого под дерево меньше ключа собственно звена ноды они меньше чем ключи да все ключи правого под дерево так что и так и так и это все вершины левого под дерево и все вершины правого оказывается что мне достаточно 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 при добавлении очередного ключа этот очередного звена его расталкивать либо влево либо вправо давайте сейчас не задумываясь слишком много про хранение пока да у нас вот этот класс еще сейчас продолжится методы добавятся а пока давайте с вами попробуем взять вот набор чисел а я сейчас пока валюки делать не буду без валюки только ключи валюки у меня пустые но ключи я сейчас понабросаю сюда и буду добавлять эти ключи в моё дерево поиска ну давайте числить шесть 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 три не знаю там пять четыре два девять семь восемь один 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 десять двенадцать десять двенадцать 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 давайте закончим пока я сейчас не буду осуществлять никакой балансировки я буду добавлять очередное звено туда куда можно чтобы соблюдалось правило двоичного дерева вот например сейчас у меня дерево пустое ни одного звена нет соответственно когда я буду добавлять первое звено с ключом шесть я его добавлю на верхушку в качестве кода дальше надо добавлять тройку тройка меньше шестёрки поэтому я добавляю её налево но я знаю что сейчас будет поэтому я её подальше не буду дальше пятёрка пятёрка меньше шестёрки поэтому она уходит в левое под дерево но тут уже занято поэтому пятёрка идёт в подчинение к тройке направо понятно четвёрка четвёрка куда идёт в левое под дерево в правое под дерево в левое под дерево двойка раз раз двойка попала не так глубоко на втором уровне эракции девятка больше шестёрки отправляется в её правое под дерево начальником семёрка правее шестёрки левее девятки восьмёрка 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 правее шестёрки левее девятки правее семёрки восьмёрке то есть как только она найдёт пустое под дерево она станет там начальником пока не надо дальше кто единичка раз 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 оп одиннадцать раз раз это одиннадцать у нас встало десять раз два три двенадцать раз два так так раз два ну и ноль ну у меня аж раз 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 аж вот отсюда дошёл чем красиво и хорошо двоичное дерево поиска как вы думаете что в нём удобно делать поиск абсолютно верно двоичное дерево поиска предназначено для быстрого поиска оказывается очень легко разыскать есть там какое-то число или нет у меня тут вообще все числа есть от одного до десяти да или я что-то пропустил нет все есть к сожалению но если бы какого-то не было было бы легко проверить да а именно я бегу смотрю так а ну-ка ты восьмёрку ты восьмёрка нет я меньше восьмёрку ага значит поищем справа я сразу автоматически выкинул половину вариантов что это вам напоминает абсолютно верно бинарный поиск двоичное дерево поиска работает по принципу бинарного поиска то есть мы махом отбрасываем целое поддерево но она как несущество вместе со своей превышенной она не гонит и уходим искать правое поддерево внук ты восьмёрка я больше восьмёрки а значит всё проверили выкинули осталось только вот это поддерево есть восьмёрка или нет ты восьмёрка нет я меньше восьмёрки значит правая поддерево и восьмерка, чем закончится суть происходящего? Либо мы дойдем до дерева, в котором собственно у нас восьмерка является корневым. Может у нее есть подчиненные, но мы ее найдем. Либо мы дойдем до пустого дерева, в котором уже искать нечего. Понятно? Но количество операций сравнения у нас будет равно высоте дерева. Высота дерева у нас при хорошо сбалансированном дереве равна логарифму в основании 2, в количестве хранимых элементов. Чем двоичное дерево поиска лучше бинарного поиска в отраспрованном массиве? Знаете чем? Ну казалось бы ничего. Зачем изобретать? Целый класс писать. Ну сейчас сложности нарастут, поверьте. Сложности нарастут. Но вопрос а надо ли это делать? Может быть? Ну его нафиг. Потому что асимптотика поиска у нас происходит за от логарифма по основанию. 2 от умоление элемента вы сейчас видели. Надо добавить еще один элемент сколько операций потребовало за те же самые о от логарифм в основании 2, в отсортированном массиве. Вот у меня отсортированный массив. Вот отсортированный массив. Давайте я что-нибудь изменю слегка. Давайте это не 1, а это 0. И мне сюда требуется вписать единичку. А? Ну надо, чтобы он остался сортированный. Допустим, место, куда надо вписать единичку, я сделаю бинарным поиском, быстро найду. Раз посередине, раз посередине. О, сюда надо вписать единичку. А потом меня врубьет. Сдвиг, да? Ну не циклический. Мне нужно освободить место под то, чтобы единичку туда впихнуть. В общем, упорядоченный массив не позволяет добавлять. Добавление в нем происходит за О от Эр. И удаление за О от Эр. В двоичном дереве поиска добавление за О от логарифм в основании 2д. Вопрос, что делать, если у нас удалится какая-то. Надо удалить какую-то вершину. Ну ладно, если нам удалить восьмерку. Раз и нет. Да? Если нет подчиненных у человека, то его легко уволит. Да? А если у него есть подчиненные, ну если опять-таки вот такая ситуация, что был в отделе один человек, у него один подчиненный моего, а вместо него поставили его подчиненного. Красота? Ну между прочим, такая же красота, если у нас был не один, а много подчиненных. Ну где у нас такая ситуация? О! Вот двойка. Так? Пожалуйста, у нее тут не один, а много, ну на самом деле единичка, может быть целая еще там, не знаю, полтора. тройка. Мне нужно уволить двойку, а у нее только одно поддерево, правое дерево пустое. Я что делаю? Я говорю, отлично, все, ты теперь вместо него будешь начальником отдела. А если тройку кокнем? А вот это как раз и проблема. Давайте вернем двойку. Двойку. Я убил полтора. А вот что делать, если у меня есть действительно это самая тройка? Что делать? давайте даже хуже, давайте шестерку. Нет, там писать нужно. Если нам надо удалить тройку, а у нее есть и левое, и правое поддерево, в этом случае самый примитивный алгоритм будет выглядеть так. Давайте я так сейчас нарисую. У меня в общем случае удаляем его есть и тот, и тот, и у этого есть левое поддерево, правое поддерево. и у этого левое поддерево, и правое поддерево. Да? То сюда встанет. Очевидно, что все ключи этого дерева больше, чем все ключи вот этого. Да? Почему? А и еще все вот эти ключи и те, и те меньше, чем шестерок. По правилу в вечном дереве будет. Значит, они сюда не попали, в левое поддерево лучше шестерки. Эти не попали бы сюда, если бы они были меньше либо равны, чем двойка. Эти не попали бы сюда, если бы они были больше либо равны, чем двойка. В общем, понятно, остановка сети. теперь кого мы поставим. Самый примитивный, казалось бы, это взять и поставить сюда кого-нибудь из них. Кого? Давайте двойку поставим. Не важно. Ставим сюда двойку. Так. А куда девать вот это все под дерево? Самый несомненный. Эти ключи, они меньше. Они больше двойки, но меньше пятерки. Да? Смотрите, что можно сделать. А эти ключи, наоборот, они все больше, чем вот эти ключи. Идея вот какая. А давайте двойку сюда вместе со всеми ее подчиненными поднимем. Ну и представьте себе, что у нас конкуренция между двух иерархий. Устали на два зала. Вот Сталин умер. И вот одни начинают с другими. И вот кто-то из них победил во главе со своим начальником. Да? И занял его место. Да? А вся та иерархия куда? Ну не в салатки, но она отправляется куда? Право под дереве этого есть самый, 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 самый правый. И вот мы ему, у него раз он самый правый, значит правого под дерево у него уже нет. И вот мы к нему в качестве правого под дерево отправляем петенку вместе с ее под деревом. Чем хорошо? Тем, что реализация на самом деле очень проста. Ну добежать найти самый правый под дерево не представляет сложности. Это просто как линейный список. запоминаем про то, что вообще лев существует и бежим в рай пока у нас этот самый рай не будет равным нам. Вот. реализация проста. А что плохо? Ну простите, у меня сейчас высота моего дерева почти удвоилась. То есть у меня, ну если особенно если я буду удалять корневой элемент, если это именно стальный номер, в этом случае у меня была высота h-1 была h-1 вот здесь, да полная h. И у меня получилось дважды h-1. плохо. Когда получается 2 умножить на h минус 2 при удалении корневой элемент. Плохо. Потому что почему? Да потому что я себе порчу асимптотику. это O от лагриф постановления от N это если дерево сбалансированное. А на самом-то деле O от H поэтому на самом-то деле то есть вот это дело это такое вот если баланс про то что такое сбалансированное дерево мы поговорим но не сегодня в следующий раз. Как сбалансировать давайте еще немножко посмотрим на это дело. Другой вариант действенности вот у меня два вот левая вот правая поддельность вот вакантное место. А давайте сделаем так а нейтралитет вот кого-то возьмем кто между ними вот его возьмем он наиболее близок к этой иерархии да хотя он там вроде бы самоподчиненный мы возносим его на самый верный у него ключ больше чем у двойки больше чем у всех этих почему потому что он там самый правый да он был меньше тройки но среди этих он самый правый мы его сюда оставим то там я не знаю то я стер все это там было я не знаю сейчас уже стер уже не восстановлю но там будет какое-то число поусловно там два с половиной да я его оттуда удаляю его удаляют легко потому что у него если есть под дерево то только левая а мы знаем что это легко происходит раз и все вот а этих ставим мы починием понятно хорошо хорошо красиво и не повышается у нас не увеличивается высота при удалении то есть это немножко сложность есть да нужно прописать аккуратно там не забудь что тут левое под дерево можно подстыковать но это небольшая проблема ясно ладно разобрались значит у нас удаление в общем в любом случае и добавление и удаление за такое же время ясно вот этим вот и красиво то что оно работает на все это дело почему не хэш таблица ну мы же знаем что есть хэш таблица да которая тоже прекрасно ищет ключи по ключу можно возвращать значение у нас даже в питоне есть готовый дикт в хэш таблице в питоне это настолько прозрачно реализовано в момент когда хэш таблица заполняется достаточно плотно он осуществляет перехэширование причем все это делается втихаря незаметно от вас вы ну если внимательно изучать может быть там на асимптотике что-то скажется то что у вас в какой-то момент будет происходить перенос данных в новую хэш таблицу но сейчас меня не интересует меня интересует почему я радую из того что логерик в основании 2 от n когда у меня есть поиск за от единиц добавление за от единиц и удаление за от единиц понимаете может потому что хэш таблица не структурирована она не упорядочена когда я буду перебирать хэш таблицу перебор элементов то она хранится в неупорядоченном виде абы как элементы хранятся а двоичное дерево поиска оно всегда отсортировано по ключу я всегда могу взять и распечатать вот таким образом ну или проитерироваться я могу взять итер надо переопределить итерирование чтобы моё дерево стало итерируемым объектом и отдавало парой ключ значение в качестве очередного объекта правда понятно вот поэтому мы выбираем двоичное дерево поиска как структуру для хранения данных если нам надо быстро добавлять удалять искать и при этом важна сортированность данных в любой момент для итерации если же она нам итерируемость не очень-то важна а нам самое главное поскорее побыстрее добавлять удалять искать то ну тогда не надо тогда выбираем пока что ясно так смотрим на время я смотрю реализуем или нет собственно на поиск 37 минут я боюсь что мы с вами поиск уже сегодня не напишем давайте в следующий раз давайте супер он просто так давайте все в следующий раз спасибо 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 спасибо